Первая половина следующей недели запомнится выходом следующей макроэкономической статистики. Во вторник США будет опубликован один из наиболее ожидаемых отчетов, описывающий динамику розничного сектора. В июньской статистике аналитики ждут увидеть роста продаж на 0,3% по сравнению с предшествующим месяцем. Стоит отметить, что это существенное замедление, если сравнивать с показателями мая, когда продажи увеличились на 1,2%. Опубликованные данные совпали с прогнозами экспертов. В то же время апрельский показатель был пересмотрен в сторону увеличения – до 0,2% с нулей. Подобный резкий прирост связан с ростом спроса на автомобили, предметы одежды, а также на строительные материалы. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, вырос на 1%, превысив ожидания экономистов. В среду ранним утром японский Центробанк примет очередное решение относительно ставки рефинансирования на июль. Эксперты не предвидят никаких сюрпризов от банка, ожидая сохранение минимального диапазона от 0 до 0,1%. В ходе предыдущей встречи Банк Японии оставил свою программу стимулов без изменений, сохранив оптимистичный взгляд на экономику. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за сохранение наращивания монетарной базы в размере 80 трлн. иен в год и сохранил учетную ставку на уровне 0,1%. Регулятор повторил, что ожидается умеренное восстановление экономики Банк Японии увеличивал стимулы в октябре, опасаясь, что значительное понижательное давление со стороны снижения цен на нефть могло воспрепятствовать достижению целевого уровня инфляции в 2%. Банк также объявил о намерении сократить количество заседаний с 2016 года. В среду вечером Банк Канады также объявит о своем решении по основной процентной ставке. Здесь ожидается сохранение прежнего уровня в 0,75%. В июне канадский Центробанк также оставил ставку без изменений, подтвердив ожидания экономистов. Регулятор выразил обеспокоенность тем, что экономика США демонстрирует признаки замедления. Тем не менее, руководство Банка Канады уверенно прогнозирует укрепление национальной экономики во втором квартале, что снимает необходимость осуществления дальнейших мер по стимулированию, включая снижение процентной ставки. Кроме вышеперечисленных событий, в начале недели увидит свет следующая статистика. Так, в понедельник выйдет отчет по внешнеторговому балансу в Китае. Во вторник Великобритания выпустит индекс потребительских цен, а Германия и еврозона – индексы настроений в деловой среде. Среда станет самым насыщенным событием и днем. Так, в Новой Зеландии выйдет отчет по инфляции, в Китае данные по ВВП и промышленному производству. В Великобритании ожидается ряд отчетов с рынка труда, а в США выйдет индекс цен производителей и представитель правления ФРС Джанет Йеллен выступит с речью.